Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мир и благословение вам от Пресвятой Троицы. Мы продолжаем осознание себя, осознание мира. Больше того, мы продолжаем освоение себя, воспитание себя как человека и как душу, которая будет жить жизнью вечной в Царстве Небесном. Что для этого требуется? Я вам прочитал несколько бесед на эту тему и в последний просил вас осознать себя духом, а не телом. Напоминая о том, что мы с вами состоим из трёх частей – тело, душа и дух, и двух сущностей. На самом деле мы либо тело, либо дух, а душа – это вот та, можно сказать, осознающая окружающее пространство в нас часть, которая должна определиться, куда он оденется после смерти. И у неё по естеству, просто если по естеству, если ничего не происходит, если человек не становится христианином, тело идёт в землю, душа растворяется в духе мира. Об этом нам говорит Феофан Затворник, и все святые он опирается, сообщая это на всех святых. И дух – дух. Дух отправляется во второй свет, потому что он, подобие души, вдохнутый в нас Богом, есть представитель света второго, мысленного света или умного света, о котором мы с вами поговорили. Но, а что же нам ещё требуется? Ну, казалось бы, ну и что? Ну, вот так пусть и будет. Я помер, тело закопали, душа растворилась в духе мира или в духе земли, а дух пусть идёт туда, откуда явился, откуда Бог его послал. Но не так. Дело-то в том, что Господь-то нас сюда послал созерцать, восхищаться, любить Бога, творить добрые дела ради Бога, и всё это, накопив в себе как Личность, прийти к Нему, как говорится, сесть рядом с Ним и быть рядом с Ним вечно, делая дело божественное, являясь помощником Богом на земле уже в виде святаго. В виде святаго. Я ничего особенного вам не говорю. Это обычная наша православная вера, потому что мы с вами крестимся и ходим в церковь и причащаемся и всё делаем для того, чтобы стать святым. Уж станем или не станем – это дело Божие. Господь будет нас судить. Но стать святым должен каждый христианин, обязан стать святым, то есть стараться стать святым. И вот здесь и появляется, если христианин задумывается о себе, вопрос, а как я стану святым, если мои части – тело, душа и даже дух – они не святы до божественной истины, они являются творениями Божьими, и поэтому не могут достичь Царствия Небесного, то есть Первого Света. Вот здесь-то нам на помощь и пришёл Христос. Христос, во-первых, объявил нам, что мы дух, а не тело, и, можно так сказать, потребовал себя ощущать этим духом. Если читаете Евангелие от Иоанна вот в том порядке, как я вам рассказал, что читайте, осознавая, что здесь о трёх ипостасях идёт наших, о трёх наших составных речь, и для каждой свой порядок Господь указывает нам в Евангелии, то вот указание для Духа вернуться к Отцу, освятившись Христом и через Христа приняв Духа Святаго. Духа Святаго. То есть Дух наш, оказывается, может стать ещё совершеннее, чем он в нашем естестве, потому что может быть и свящён Духом Святым. Духом Святым. Вот. И это-то как раз процедура или процесс и происходит в Царстве Небесном. А Царствие Небесное спустилось сюда, и оно есть Церковь Христова. В Церкви Христовой мы все становимся детьми Христовы, Христовым, и освящённые мы становимся телом Христовым. Мы становимся Христовым. Мы с вами всё это видели на примере апостолов, которые по естеству были людьми обычными, но осознав, что они не тело, которое должно рыбу ловить, там зарабатывать, а Дух, что нужно воспитываться в Духе, они приняли Духа Святаго для своего совершенства. Мы с вами помним, как это происходит. И стали кем? Стали телом Христовым. Они стали Христом. И все последователи этого действия в Духе Святом, который в Церкви Святой живёт, становятся такими апостолами с теми же самими свойствами, то есть детьми Христовыми и телом Христовым на земле. Но в чём? Только в Духе. Только в Духе. Только перейдя в Дух и осознавая себя Духом, ты можешь стать телом Христовым, потому что тело Христово по воскресению или по своему естеству, оно нематериально. Он сюда воплотился, это плоть для Бога Слова, которая была им воспринята для того, чтобы нам словами своими рассказать, как прийти в Царствие Небесное. До этого там Моисей общался с Богом, святые общались с Богом в разных видах. Но вот в таком человеческом виде Бог никому не представал и не был столько времени с людьми для того, чтобы рассказать, а как же дальше жить. Вот для апостолов Христос пришёл и всё рассказал. И показал, и доказал, почему Он имеет право рассказать, показав им те чудеса, которые согласно развитию человечества в то время были чудесами невероятными. Это сейчас мы можем с вами увидеть, как и по воде на лыжах ходят, и на велосипедах катаются, и по небу летают, и то, и другое, и третье. Но тогда все эти чудеса были невероятны. И мы с вами, осознавая, что трёхчастное Евангелие говорит о трёх различных степенях развития тела, души и духа, должны склоняться к тому, что мы в духе, мы должны переходить из телесного состояния и в духовное состояние. И в этом духовном состоянии созревать с помощью Духа Святаго. Вот когда от вас, вам говорят, что от вас отходит Дух, и что нужно вернуть его через покаяние, через причастие, через молитву, через добротделание, то есть Дух и так может, но прежде чего, через покаяние вернуться, то речь-то идёт как раз вот о том, кто приходит к нам освящать нас, о Духе Святом. И живя в Духе, вот как апостола, помните, они приняли в языках огненный, каждый индивидуально, до этого они в целом Духа приняли, когда Господь дунул на них. И вот это индивидуальное отношение с Духом Святым, происходящее только в Духе, только в Духе, и освящает вас до степени совершенства, которое нужно для Царствия Небесного. Вот такая история. И при этом надо совершенно чётко понимать, что покаяние – это наше, главным образом должно касаться духовных грехов, согрешений духовных. Потому что чаще всего мы обращаем внимание, или все обращают внимание на грехи телесные, и вот от этих грехов и чистится, и чистится, и вспоминают их, и вспоминают, и носят, и носят эти грехи. Иной раз вот я в церкви наблюдал, что один и тот же грех, даже совершённый в молодости, человек может поминать годами и никак не осознаёт, что покаяние в этом грехе не в том, что ты его помянул, а в том, что ты его возненавидел. Вот возненавидеть телесный грех – это самое главное покаяние для телесного греха. А духовное покаяние в чём? В чём духовное покаяние? То есть дух как прегрешает? И здесь очень интересная вещь, что Господь нам прямо говорит, что кто избрал меня, кто поверил в меня, тот и есть духовный человек, а кто не избрал – уже наказан. кто уверовал в имя Его, кто уверовал Христа, уже духовный человек, то есть он, ну, не скажешь, а безгрешный. Грех его наступает, когда он уверовал, а потом отступил. Потом опять решил, да, Господь мне поможет, а потом сказал, да нет, мне люди помогли. То есть вот здесь мы начинаем духовно согрешать. Но у тех, кто не выбрал Христа себе Богом, уже суд состоялся. Поскольку мы знаем, что по Евангелию, что это Господь выбирает для тех, кто должен уверовать в Него. И это большая проблема для человека, который решил, что нет, он сам будет христианином, он вот оденет одежду, оденет, значит, и будет христианином. А не смог отойти не то, что от телесных грехов, ой, от духовных грехов, а от телесных не может отойти. Пригрешая в телесных, ты уж точно всегда пригрешаешь и в духовных. Поэтому, когда мы с вами слышим о обманщиках, там, скажем, священниках, которые одеты в одежды, которые, значит, обличены саном, у которых есть место служения, они к престолу подходят, но при этом живут в телесных грехах, воруя, обманывая и ещё страшнее грехи совершая, они таким образом уже в духе наказаны. Они уже не состоят в теле Христовом, и поэтому, ну, чаще всего, они поэтому не имеют никакой радости духовной. Так служат вечно у них что-то такое, недовольство какое-то. Всеми, прежде всего, теми, кто им кажется духовен, у них страшно трясёт их, как это появился человек духовный тут рядом с ними, гнать, гнать, потому что все должны думать, что я хороший человек, потому что я обличён саном, обличён. Это обманщики, и они в духе не могут быть вообще живы, они мертвы, у них мёртвые души. А дух становится жив, когда духом святым освящённый. Он движется к Богу, и в нём появляется вера. Вера во что? Ну, прежде всего, в Господа, Бога, Слово, Господа Иисуса Христа. Второе, в то, что ты Сын Божий. А Сын Божий почему, говорится? Потому что в духе. Дух у нас мужского рода. Поэтому, когда женщины говорят, ну, как я, я-то как вот должна воспринять, что я Сын Божий, а ты тоже дух, хоть ты и женщина. Ты дух, у которого предназначение было в женском теле служить Богу. У кого-то в мужском, у кого-то в женском теле. Но это отдельный разговор, мы об этом можем поговорить. Так вот, именно стояние духа в духовности, в святости через духа святаго, стяжите духа святаго, говорит нам батюшка Серафим, и есть настоящая духовность, и есть настоящее созревание человека в христианстве. И я вам скажу так, ведь на самом деле достаточно просто осознать свое такое вот духовное какое-то вот движение и духовное свое какое-то созревание, просто начав читать Евангелие. Вот если вы дети Божьи, то, читая Евангелие от Иоанна, например, вы будете воспринимать Христа как самого себя или себя как Христа. И вот эти слова, которые он говорит окружающим, вот эти дела, которые он творит окружающим, вот эти проблемы, которые на него наваливаются, когда он все это делает, вот эти гонения становятся лично вашими, лично вашими. Тогда вы и движетесь по пути христианства. Вот тогда вы стоите на пути христианства. Иначе как? А некоторые... Как? Я Христос! Да вы что? Да какое же это кощунство! Называть меня Христом! Да какой же я Сын Божий! Я обычный грешный человек! Ты обрычное, грешное тело! А духом-то ты кто? Дух-то почему должен всё время о себе осознавать и стесняться то, что он от Бога явлен, что он Сын Божий? А дух святой в тебе, он-то почему должен стесняться? И тем более, как ты можешь стесняться, если единственная цель христианина в христианстве – стать телом Христовым, стать самим Христом? Как ты можешь стесняться слов Христа в Евангелии и относить их к себе? Вот это стеснение – это вот от лукавого. Вот оно и показывает, что не-не, где-то у тебя там гордыня такая и где-то у тебя такие желания не быть, не быть святым, которые заставляют тебя отрицать вот всё это и не применять к себе, потому что тогда нужно быть. Это же понятно, что если ты объявился груздем, то полезай в кузов, а этого трудно сделать, не хочется, поскольку страсти, наши страсти телесные, держат нас в этом грехе, держат. И поэтому побороться со страстями обязательно нужно, а грех – это производный от страстей. Страсти зовут к греху, а грех – когда ты выполняешь этих страстей, желания. Страстей у нас есть, смертные страсти, вы помните, но это уже другой разговор. Поэтому ещё раз давайте осознавайте себя Духом, а не Человеком. Давайте осознавайте себя Сыном Божьим. Даже если вы женщина. И давайте осознавайте, что вы – тело Христово. Как только вы воспримете вот это в себе и для своей личности, так вы увидите, что начнёт проще осознаваться, что такое грех. Включится совесть. Совесть не только приложенная к телу или к душе, но у нас, кстати, три вида совести. Совесть для тела, совесть для души и совесть для духа. Вот высшая степень совестливости – это совестливость в духе. Когда вам совестно будет отступать от Господа, когда вам совестливо будет не выполнять заповеди Божьи, которые, когда вам совестливо будет, не делать добро. То есть, не сделав добро, вы должны гордиться, что вы христианин, а не сделав добра, вы должны стыдиться, так как вы христианин. Вот такой у меня разговор в продолжении нашего освоения. Задавайте вопросы. Мне очень бы хотелось, чтобы вы корректировали вот этот путь нашего развития и путь наших разговоров, потому что я хочу вашего отклика и понимания, а насколько же вы поняли то, что я вам сказал. То, что вы не все поймёте это, меня вообще не волнует. Христос, помните, на горе пять тысяч собирал, а осталось с ним, в конце концов, двое при его, как говорится, распятии. Мать Иоанн, нет, ещё Мария Магдалина. Кстати, вот пример Марии Магдалина. Как она из названной блудницы, мы не знаем, что она совершила, а тогда понятие блуда могло быть, было немножечко другое. То есть то, что мы сейчас абсолютно в лёгкую делаем и даже не называем это блудом, тогда могло быть расценено блудом, и поэтому её такая толпа приводит, приводит к Христу. Вот давай, Моисей велел побить, а ты что сделаешь? И мы с вами помним, что указав им, писал перстом, или в некоторых Евангелиях писал веткой, тросточкой на песке. Он что писал? Он писал грехи тех, кто пришёл, привёл её эта толпа. И кого написал, тот раз отходил, потому что он сказал, ну кто безгрешный, киньте в неё камень, а он всех обличал. И в конце концов что? Ни одного не осталось вокруг. Все оказались грешные, так же, как Магдалина. Но с ней-то что произошло? А он говорит, и я тебя прощаю. А они ушли, они тебя не обвинили, и я тебя не обвиняю. Почему? Потому что он знал её избранность. Он знал чистоту её духа. А за то, что она совершила телом, он её простил, как и нас прощает с первого раза, как только мы покаемся. Просто мы в уме не можем понять, что наше покаяние уже свершилось, что прощение уже есть. И крутимся в этих телесных грехах вспоминая. Это всё от лукавого. Лукавый нам все эти воспоминания пытается навязать, чтобы мы с вами не отходили от них, а иногда и повторяли. То есть вспоминает, вспоминает. Сначала презрительно этот грех человек. А потом как-то втягивает, втягивает, успокаивается. А потом говорит, да ладно, что ж, ничего не произошло. Солнце светит, дождь идёт. Дай-ка я ещё разочек сворую или ещё что-то сделаю. Вот так. Всё. Здоровья вам всем. Радости. Аминь. Радости. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok